МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Каковы задачи и цели основные этой структуры? Ну, УНФ – это расшифровка «Общероссийский народный фронт». Многие уже знают, что такое. Наша основная задача этого движения – это общественное движение. Это не ведомство, это не министерство. Это движение, которое состоит из простых граждан, простых активистов, но которые уже показали свои результаты. У каждого, кого возьмешь на наши штабы, за ним стоит целая история. Это Алена Атласова, это она к больным, помощь детям. Это у нас Саша Жураковский, активист. Это у нас Антон Жандоров, который бьется в связи, где есть резонансные проблемы, где есть, ну, скажем, где нужно оказать помощь людям. Поэтому мы не только критикуем, а самое главное – наша задача – предлагать решение вопроса. Ну, и механизм этот создан, чтобы люди почувствовали, любые гражданины, которые пришел решать проблему, у него есть проблема, у него есть идея, как решить, у него есть свое видение вопроса, как решить этот вопрос. Но ему что-то мешает. Бывают это чиновники такие закорелые, закоренелые такие, которые посылают его куда-то подальше. Вот, поэтому мы решаем, как, стараемся помочь, как и бабушке, сироте, решать такие вопросы мелкие. Но выходим на системно. Главное – это системно, чтобы не одному человеку решить, а решить задачу в целом. И такие вопросы мы ставим уже на федеральном уровне. Вот хотелось бы узнать, какие проекты уже притворились в жизнь, то есть благодаря Общенародному фронту услышали проблему и искоренили ее. Может быть, не искоренили, хотя бы попробовали поправить. Ну, все проблемы решить, конечно же, как вот некоторые думают, где вот Народный фронт здесь, а где вот куда Народный фронт не смотрел, вернее, почему не здесь вот не досмотрел. И воспитание молодежи. Сейчас вот многие журналисты, а вот, понимаешь ли, молодежь выступает против некоторых чего-то. Ну, все, хватит. Но работа ведется планомерно. Главное – это поручение президента, это главное выполнение, четкое выполнение контроля, общественный контроль, повторяю, за указами президента, майские указы в том числе. Это такие проекты мы курируем и ведем общественный контроль. Это переселение из ветхого аварийного жилья. Раз. Это убитые дороги, проект федеральный. Это где мы добиваемся, чтобы ремонтировались те дороги, которые голосует население, а не те, которые выгодны чиновникам. Это проекты генеральной уборки. Это прямо поручение президента Народному фронту взять это под свой контроль, уборка свалок. Это есть всероссийская карта, где, как и убитых дорог карта, может каждый гражданин отметить, проголосовать. Или эта уже свалка пойдет на контроль, и мы добиваемся, чтобы ее убрали. Результаты есть, они колоссальные. Ну, например, по честным закупкам на федеральном уровне, если взять по стране, по данным счетной палаты Голиковой, это 2 миллиарда 876, по-моему, если я не ошибаюсь, сумма. Более 2 миллиардов точно, вот последнюю цифру не помню, но это колоссальная сумма, это отмена в сомнительных закупках. Также мы стараемся, чтобы в наших региональных вопросах участвовать, самое главное, это помочь людям. То есть, решение конкретных задач, конкретных проблем, конкретному человеку помощь. Меньше политики, мы не участвуем в выборах, мы стараемся, ну, то есть, не запрещается индивидуальным нашим членам участвовать. Но еще раз говорю, Народный фронт это не партия, это общественное движение, которое равно для всех. Не важно, в какой ты партии состоишь, не важно, какой у тебя взгляд, но если ты приходишь с идеей, как улучшить нашу жизнь, как помочь людям, пожалуйста, мы всегда рады помогать и сотрудничать с такими людьми и ждем. И, кстати, на тот вопрос, результаты, конечно же, малопубличная такая организация, это плохо. Это можно зайти на официальный сайт, Народный фронт, найти строку регионы, зайти в республику Саха, и там вы увидите статьи, какие мы проблемы поднимались, с чего мы добились, какие уголовные дела мы возбудили, что мы сейчас предлагаем по тем или иным нашим вопросам. А самое главное, еще раз говорю, это конкретная работа. Помог сироте, вот, например, Кобеля воевали, вот, недавно, вот, это вот, маленький пример, но он, благодарность, ты чувствуешь, что ты делаешь хорошее дело. И это всеми нас движет, общественников, потому что, понимаешь, сирота получил квартиру, да, вот, или там переселил бабушку из ветхого аварийного жиля, которая билась там три года, ни суды, ни что не помогал. Вот такие мелкие вопросы, шажки, рано или поздно люди поймут, что такое Народный фронт. Не надо тут кричать, мы самые-самые, ну и решать надо тоже системно крупные вопросы. То есть, если нарушаются права человека, то он может сделать как заявку, да, или, ну, чтобы, или жалобу подать именно на сайте, так? Да, нет, это не сайте, это можно и на сайте, наши телефоны есть. Вы можете зайти на сайт, кроме там федеральных проектов, где вы можете сами там уже вот оставить информацию о свалках, о дорогах. Но там есть телефоны, вплоть до сотовых, вы можете всегда дозвониться или прийти в офис Курашова 24, город Якутск. То есть, мы всегда бы радовались. То есть, каждое обращение прорабатывается, так? Каждое прорабатывается, но нельзя сказать, что мы всегда решаем, любому можем помочь. Очень часто приходят к нам с жалобами такими, что вот все суды проиграны, судья такой-то сякой, помогите, я уже везде обращался, где справедливость и так далее. Но мы живем в гражданском правовом наше поле и государство наше правовое, поэтому мы должны придерживаться, если есть решение суда, мы не вмешиваемся. На стадии следственных каких-то проверок, следственных компетентных органов, где должны заниматься, мы тоже не вмешиваемся. Все остальные вопросы, где в силах мы что-то решить, повлиять, мы никогда никому не отказываем, мы стараемся помочь. Давайте конкретным примером о проектах, которые реализуются в жизни. В августе этого года ваш коллега, член Центрального штаба ОНФ, депутат Государственной Думы Алексей Васильев. Он посетил нашу республику, за рулем автомобиля, проехался по дорогам. И не первый раз. Да, и он уже в 2012 году, если не ошибаюсь, был впервые. Насколько мне известно, были положительные отзывы с его стороны за те пять лет, которые назад он был. Как сейчас у него впечатление? Я скажу так, что первый раз, когда он приезжал, у нас был один негатив. В этот раз, когда у нас приезжают такие проверки, первая наша задача – это не показывать хорошо, а показывать проблемы. Вот те самые-самые проблемы. Потому что если время тратить на то, что там показывать, что ой, как хвалить кого-то, там, как, я не знаю, это, наверное, нужно, но это другим мы оставим. Что касается дорог. Конечно, они далекец. Далеки-далеки, совершенства нашей дороги, сами знаете, и северные условия наши, быстрее разрушаются дороги. Тут есть элементы некачественного строительства дорог. Но если сравнивать, я с ним общался плотно, Васильев сказал, что есть большая разница. Есть большая разница, те дороги, которые мы отмечали плохие, они сделаны. Окраина его, конечно, тоже очень, потому что все-таки мы делаем больше центр. Окраина его задачила. Надо сейчас обязательно. И вот благодаря его приезду, и вот нашей активности, когда мы выходили, собирали подписи на дорогах. Прям я лично стоял, собирал за час тысячу, мы с активистами тысячу подписи собирали. В сапогах, в болотниках, в воде. Но именно так, я считаю, и нужно, чтобы доказать, что это не наше мнение, что нам там Жарницкого надо ремонтировать всю, а не часть ее, а это мнение людей. И мы добились этого, она стоит в плане ремонта сейчас, еще три дороги плюс. Вот конкретное дело, активисты пошли, решили задачу, конечно же, власть, она когда вот таким, не на митинг, а вот таким доказательным путем своим. А вот говоря о качестве, то есть делать будем, а качество именно уложенного вот этого асфальта, будет как-то проверяться, может проверять Народный фронт или нет? Вот это вы сейчас затронули такую большую-большую тему, потому что вы совершенно правильно сказали, мало сделаешь, а сколько он простоит этот асфальт, и вообще ли там украдены ли там деньги на этом ремонте и так далее. Это такая отрасль, которая проверяет сейчас сама себя. Фактически лаборатория сейчас, где находится, она вот лично у нас не вызывает доверия. Вот, и мы такой вопрос уже ставим, добиваться независимой лаборатории, чтобы общественники могли брать эти керны на стадии еще строительства дороги, на стадии ремонта ее. Какие еще проекты, помимо вот убитые дороги, яркие, ну там электроэнергетики, может быть, строительстве, жилья или... Ну, мы мониторим всякие, все вопросы, там вот сегодня наши активисты поехали по поликлиникам и именно разговаривают с пациентами, какие проблемы есть, на что жалобы и так далее. Мы постоянно мониторим вопросы и даем свою оценку независимую президенту, нашему центральному аппарату, мы к форуму подготовим вопросы, такие, чтобы они могут отличаться от мнения и данных оригинальных властей, чиновников конкретных, они сильно разнятся, потому что вот, когда докладывал председатель правительства, даже Российской Федерации президенту, то его данные отличались от Народного фронта, а в выполнении указов президента сколько их здесь. Потому что мнение, что если бы половина даже была бы выполнена четко и на 100% указов президента, сейчас совсем другая картина бы была. Вот мы с чего добиваемся, контроль о выполнении указов президента. Что касается громких таких вещей, вот, например, такой пример, с опорой России предприниматели первые подняли вопрос о проблемах тарифов на электроэнергию, что нельзя привлечь инвестиции, нельзя ввести бизнес рентабельно с такими тарифами. Когда в Иркутской области, по-моему, 98 копек, у нас около 6 рублей уже было. И мы поставили вопрос президенту, ну, у нас есть такая возможность Народного фронта, мы слушаем, внимательно изучаем вопрос и ставим его вопрос на форумах. Устно наши активисты обращались несколько раз письменно, наши сопредседатели федерального уровня, таких Говорухин, вот, выступал с этим вопросом. Наши журналисты потихоньку, потихоньку нам говорили, нет, этого нельзя, этого не может быть. Но ведь есть волевое решение президента Якутии, будет сейчас постепенно в течение полутора года понизено до 50% электроэнергии для юридических лиц. Следующий шаг мы сейчас должны, тщательно ведем работу по тарифам на газ. Это тоже одна из составляющих и энергозатрат, и фундамент экономики вообще. Поэтому и такие глобальные вопросы и в законодательстве, и в экономике мы ставим перед... Вот и сейчас тоже готовим, пока не буду открывать секрет, но тоже готовим очень емкие, серьезные вопросы на форум Федерального народного фронта. Валерий Алексеевич, я вас благодарю за беседу. Надеюсь, что у нас и в регионе, и в стране проблем будет меньше благодаря Общенародному фронту. Немножко. А нашим зрителям напоминаю я о том, что был глава оригинального отделения у нас в гостях Общенародного фронта... Руководитель исполкома, правильно. Руководитель исполкома, простите, Общенародного фронта в Республике Саха-Якутия. Всего доброго, оставайтесь с нами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова